В администрации Артемовского городского округа за круглым столом собрались участники новогоднего интеллектуального конкурса. Не просто участники, а победители. Все они вместе со сладким подарком на традиционной новогодней елке главы получили и поздравительную открытку, на обратной стороне которой было предложение сыграть в игру, составить и написать как можно больше слов и слова учительница. Затем сходить на почту и отправить письмо, правда не Деду Морозу, а депутату Госдумы Российской Федерации Владимиру Новикову, который, к слову, и инициировал данный конкурс. Я этот конкурс уже провожу не первый год. Это идея моя и моей команды, моих помощников. Мы проводим ее во многих районах и городах Приморского края. Вот этот конкурс в этом году я проводил по своему округу, значит, среди детей. Возраст не ограничивался, но так получилось, что в основном это детки от 5 лет и до 15 лет. Получив открытку с конкурсным заданием, многодетная мама Татьяна Реутова вместе с детьми принялась составлять слова. Ни о какой победе и призах они и не думали, просто игра оказалась настолько увлекательной, что придумали более 30 слов. Я когда сказала ребенку, он как раз у меня находился на больнице, он был так счастлив. Говорит, мама, мы победили в конкурсе. Потому что я понимаю, что это как бы все равно, на все Приморье было конкурс. И мы вот так попали, неожиданно, честно сказать. Мы конкурсы любим всех, то, что касается конкурсов, картинок, подделок. Мы всегда участвуем, стараемся. Интеллектуальный конкурс проходил в 11 муниципалитетах. В нем приняло участие более 250 человек. 10 жителей Артема стали победителями. Возраст самого младшего 4 года, а самого старшего 10 лет. Юным интеллектуалам Владимир Новиков подарил школьные ранцы. Далее мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. Пока дети угощались сладким чаем, родители, пользуясь возможностью, задавали интересующие их вопросы. Они касались строительства в Артеме новых школ, детских садов и парков отдыха. Встреча закончилась общей фотографией на память. Анжела Галышна, Денис Надельный, Амир Зинатулин, Городские новости.